Так, всё, слава Богу. Приветствую всех, братья и сёстры, всех, кто подключился, подключается, и тех также, кто будет в записи смотреть этот эфир, потому что всё будет записываться, также записывается и сохраняется на YouTube, на канале моём. Слава Богу. Ну что, споём вначале, да? Подпевайте, друзья. Споём шаббат-шалом наше доброе старое еврейское. Шаббат-шалом, 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 шаббат-шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир, господний мир, шаббат шаббат шалом. да друзья шаббат шалом у меня здесь вот остатки вчерашней халы еще есть немного есть и как вы лица плода плода виноградной лозы вот так что сегодня тоже ты душ буду поднимать так шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом так петушки у нас раскудактались шаббат шаббат шалом шаббат шалом да аллилуйя да слава богу плод виноградной лозы пусть это и не вино дорогое просто обычный фруктовый сад но самое главное конечно не качество вина или хлеба а самое главное качество нашей веры вот и мы часто евхаристию совершаем просто виноградным соком вот значит и хлеб берем тоже порой и опресники и всяких ли берем пусть для свой благословит нас потому что действительно когда мы едим пьем то всякий раз когда мы этим пьем вообще смех господню возвещаем вот мы насыщаемся господом и благодарим бога всемогущего рассуждая о теле его что когда мы едим и рассуждаем не важно что борщ мы едим или что угодно едим значит котлеты пельмени чтобы мы не ели макароны там спагетти там мороженое там или что-то еще конфеты всякий раз когда мы действительно мы рассуждаем мы рассуждаем о милости господне благодарим бога за действительно благодать в которой живем в которой купаемся потому что Благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. И я хочу сегодня, паки и паки, как говорится, снова и снова, возблагодарить Бога за Его спасение, за жизнь вечную, за Иисуса Христа и Шива Машиаха, который есть свет к просвещению всех народов, и Он же является славой народа Своего Израиля. И благодарю Бога Всемогущего за великую любовь, которую Он не просто на словах даже явил нам, человеческому роду, которую Он явил на самом деле в поступке с большой буквы. Знаете ли, вот как говорят, человек там с большой буквы, да, или поступок какой-то с большой буквы, поступище как бы, вот такой поступище сделал, такой поступок с большой буквы сделал сам Господь Бог. И Он это сделал как доказательство, в доказательство своей великой любви, чтобы никто не мог отныне даже, ну как писать, даже не засомневался никогда, даже никакая такая шальная мысль больше никому из смертных в голову не приходила. Ведь если до нашей эры, как мы говорим, до пришествия Иисуса Христа, до Его Святого Рождества, до того, как Он стал человеком, Бог стал человеком, это чудо, тайна величайшая. До того, как Он прожил эту святую жизнь, до того, как Он взошел на крест, до того, как Он умер на кресте, до того, как Он воскрес воистину из мертвых, до того, как Он вознесся на небеса, до того, как это все произошло, и Он излил Духа Святого на апостолов, на первую церковь свою, до того, как Он действительно это сказал и сделал, что Он с нами во все дни до скончания века. До всего этого человеческий род все-таки имел какое-то оправдание в своей вере в нелюбовь Божью к нам, в недоверии к Богу, какой-то имел, будем так говорить, даже чисто человеческое имел оправдание в недоверии к Богу в своем, может быть, даже отступлении, отступничестве от Бога. То сегодня, уже вот два тысячелетия, как в наш век, в нашу эру эту, Христову эру, благодати эру, благодати Духа Святого эру, уже никому из смертных, знаете ли, в голову такое не может просто-напросто прийти уже. Просто, ну, как, оно приходит порой человеку, но это не имеет никакого оправдания, подобная мысль. Потому что уже в наш век, в нашу эру, скажу так, Божья любовь, она доказана не просто словом, а делом, самим делом. И, дамы и господа, братья и сестры, леди и джентльмены, ханарим, мне очень нравится по-еврейски сказать ханарим, ханарим, то есть это возлюбленные братья, дорогие, уважаемые братья и сестры, так можно сказать. Так вот, и Божья любовь доказана на кресте, на Голговском кресте. Божья любовь, поэтому недаром один из символов таких распространенных христианства является крест. Ну, как изображение креста, будем так говорить, как символ, это довольно спорный, конечно, элемент, но, потому что кресты имелись в разных религиях и до христианскую эру, и постхристианскую эру уже имеются. Но, в общем-то, сам крест, как именно место заклания Агнца Божьего, действительно является доказательством этому миру Божьей святой любви. И сегодня никто из смертных просто-напросто не имеет морального права сомневаться в том, что Бог любит нас. Конечно, люди до сих пор порой в сомнениях, знаете ли, но это никак, ничем не оправданное сомнение уже абсолютно. И морально не оправдано, потому что морально, мы скажем так, мы люди не имеем права уже сомневаться в святой Божьей любви. И сегодня я со всеми святыми по всему лицу земли поднимаю бокал и беру хлеб и чашу, и благодарю Бога Всемогущего за великую Его святую любовь. Простая хала. Некоторые к этому относятся не как к хлебопреломлению, просто традиционно халу едят. Я лично отношусь к этому как к хлебопреломлению. Преломляю буквально хлеб, благодарю, и пусть Господь благословит нас, верующих, сегодня. Я благодарю Бога и рассуждаю о теле Господнем, и к этому вас призываю, дамы и господа, братья и сестры. А рассуждения сегодняшние наши такие, библейские, евангельские, христианские рассуждения, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, и Он по-настоящему, воистину, воскрес из мертвых, согласно Писаниям же. И Он вознесся на небеса, согласно Писанию, и послал Духа Святого Своего, согласно Писанию. И Он снова придет судить живых и мертвых, согласно Писанию такие опять. Сова Скриптура, дамы и господа. И согласно Писанию, я совершаю это великое таинство, мы называем в православии, это Евхаристия, Благодарение. Мне очень нравится это слово, потому что оно указывает на, опять-таки, слова Иисуса, который поднял чашу после вечера. Последний бокал, который был на пасхальном том-селере еврейском, и последний кусочек мацион взял преснока тогда. У меня здесь хала сейчас, но не то важно какое-то. Пусть это даже не вино, а просто обычный сок виноградный, казалось бы, значит, да, значит, качественно совсем не то, безусловно, вот, значит, что было на столе Иисуса Христа. И этот хлеб, он, конечно, далеко не похож на тот хлеб, который был в руках Иисуса. Но не качество хлеба или вина нас приближает к Богу, а качество нашей веры, я подтверждаю это, и снова и снова утверждаю. И сегодня я благодарю Бога Всемогущего за действительно то, что Христос во мне живет, а я в нем. Христос в нас, упование славы, величайшее таинство христианской веры. И я поднимаю бокал и этот хлеб с веры в Господа Иисуса Христа, и рассуждаю о теле Господнем так, что Он умер за меня. И умер, не просто взял, да, Он взял мои грехи, простил меня полностью, простил все мои грехи, какие были в моей жизни, есть сейчас или будут в дальнейшем до последнего издыхания моей души на этой земле. И Он взял на себя полностью мои немощи, болезни, и ранами Его я исцелен. Он взял мою немощь, Он взял мою нищету, и Он обогатил меня своей жертвой святой. И поэтому ранами Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа я спасен, абсолютно спасен, я исцелен, я освящен, я освящен, я освобожден, я обогащен через кровь Иисуса Христа, благодаря крови Христа. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. За любовь твою я тебя благодарю. Боже, Боже, благостави, Господи, хлеб сей, честным телом Христа твоего, а то, что в чаше сей, честной кровью Христа твоего, приложив это Духом твоим святым. Аминь, 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 аминь. Боже всемогущий. Царь небесный, Утешитель, Дух истины, Ты, который везде присутствуешь и все собой наполняешь, сокровищница благ, жизнь и податель. Ты пришел и вселился в нас, и очистил Ты нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, слава Тебе. Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенный, давший нам хлеб из земли. Благословен Господь, Бог всемогущий, давший нам плод винограда лозы. Благословен Ты, Бог наш, отныне и вовек. Шаббат шалом, Отец, шаббат шалом, мой Бог святой, шаббат шалом, дорогие друзья. Благословен Господь, Бог наш, отныне и вовек. Благословен Господь, за таинство тела и крови Твоих. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, за милость и благодать, за этот день святой Твой, за Твой праздник, в который Ты по милости своей позволяешь нам входить. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за чудо этой жизни. Благодарю Тебя за все, совершаю эту Божественную Евхаристию благодарение. За все и за вся, о всех и за все в благодарности. Слава Тебе. Аминь. Дамы и господа, братья и сестры, благословляю всех вас, возлюбленные, наипачи, поздравляю всех причастников и причастниц с причащением святых тел и крови Христа. Те, кто совершали сейчас со мной, может быть, эту Евхаристию Божественную, или будут совершать сейчас, после уже завершения этого видео, у себя, в доме, в кругу семьи, или где вы сейчас находитесь, можете совершить это, взять. Даже если нет сока, вина, то просто, я просто воды наливаю, просто воды, нет хлебушка, ну уж какой-то кусочек, сухарики даже пару беру, значит, там эти сухарики, продаются эти сухарики такие, пакетик, открываю, вот, сухарики. Вот, и, значит, и тоже причастие, хлебопреломление, вот, потому как действительно не качество хлеба или вина нас приближает к Богу, качество нашей веры. И, знаете, друзья, дамы и господа, действительно причастие, это декларация величайшая нашей веры Христовой, евангельской, библейской веры, потому что этим самым мы утверждаем, провозглашаем в небеса, перед всей преисподней, перед всею землею, что благодатью мы спасены, и это не от нас, это не от наших дел, чтобы никто не хвалился. Это Божий святой дар, Божье исцеление, Божье обогащение, благословение, процветание, все, абсолютно все, освобождение в крови Иисуса Христа, Агнца Божьего. Благоставляю всех вас, возлюбленные друзья, благоставляю именем Господнем. Да, и сегодняшний шаббат, это суббота, сейчас я буду на одном из собраний христианских и мессианских, и, знаете, скажу, что сама эта суббота, она особенная. Мы предвкушаем Хануку, праздник обновления. Ханука вот уже на днях начинается, сегодня 21 число, у нас месяц Экислев, я имею ввиду, лунного библейского календаря. Да, значит, и если я тоже скачал календарь, чтобы так вот ориентироваться, так, это у нас Тора, здесь чтение из Торы сегодня, так, и вот, значит, называется Простой Еврейский календарь, рекомендую скачать на ваши телефоны, планшеты, компьютеры. Да, значит, и вот сегодня обозначено, да, значит, 21 число месяца Экислев, интересно, ну, в солнечном календаре 9 число, 9 сентября, ой, сентября, декабря уже, простите, 9 декабря, значит, а так 21 кислева, вот, а 24 вечером уже получается, то есть 12, соответственно, декабря, да, значит, вечером, начинаем праздник Ханука, сожигаем огни, ханукальные огни, и вот 25 кислевы, это 13 у нас декабря, то есть с 13 декабря до 20 декабря в этом году праздник Ханука, или как в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, там обозначено как праздник обновления, праздник Ханука, праздник обновления, имеется ввиду обновление Божьего храма, и, дамы и господа, мы живем в уникальнейшую эпоху, когда мы не просто вспоминаем обновление того храма, или как вот мы еще его так называем условно, вторым храмом, знаете ли, потому что был первый храм, построенный, мы из Писания знаем, да, Соломоном, или Сулейманом, как по-татарски, значит, там, но, знаете ли, я проповедую и мастихитским мусульманам, и мессианским иудеям, значит, рассказывая о Исе Мастихе, и в христианских церквях, значит, рассказываю в собраниях христианских об Иисусе Христе, и утверждаю из Слова Божьего, что ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. И во всех этих собраниях, и среди мастихитских мусульман, и среди мессианских иудеев, и среди христианских собраний различных бывают, разные конфессии, динаминации, религии. Я говорю каждый раз о том, что мы живем в эпоху третьего храма, потому что первый храм был, мы знаем, из писаний, из библейской истории нашей, народу нашего Израиля. Мы знаем, что по грехам нашим этот храм был разрушен, сам Бог допустил подобное произойти. Затем было время покаяния, исправления народа, восстановления храма, поэтому храм, по сути, сызново построенный, потом уже украшенный, расстроенный. Знаете ли, мы называем вторым храмом, хотя это тот же самый храм Божий. Но пока этот храм еще существовал в последние годы, приговор Машираха был, конечно, просто страшный. Не даром он, как раз, глядя на Иерусалим, плакал тогда. Приговор его был страшный, храм будет разрушен, камня на камне не останется. Но он не оставил в печали учеников. Он сказал, что на всяком месте будем поклоняться Отцу в духе и в истине. Он начал созидать новый храм и самим собой начал, себя положив в основание этого храма. Ибо никто, Павел пишет, помните, да, в Каримфином, в третьем разделе его первого письма, в 11 стихе говорится, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного. Кем? Самим Богом положенного. Бог сам положил Себя, Своего Сына в основание этого храма. И Иисус Христос. И Иисус Христос в основании этого храма. И это храмовое строительство, стройка тысячелетий, она продолжается по сей час. Сегодня на этой строительной площадке кипит вовсю работа. Храм третий, мы его называем теперь уже, третий храм, он строится уже два тысячелетия. Из неких живых камней, из нас, как не из неких живых камней. На основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, основанием, фундаментом. Этот великий храм уже на сегодняшний день однозначно превзошел своею славою и первый, и второй храм вместе взятые. Этот святой храм в Господе является назван в Новом Завете, в Брит-Хадаша, в Новом Договоре, назван телом Машиаха, телом Мессии. Потому что не только фундамент этого величайшего храма Иешуа Машиах, Иса Масих, Иисус Христос, Джизус Христос, но и главой, куполом этого храма, завершением его. Он есть ведь и альфа, и омега этой стройки тысячелетий. И фундамент, основание, и завершение, и я, сам Иисус Христос. И купол, и фундамент, это сам Иисус Христос. И весь этот храм святой, третий уже храм, как его мы называем, Божий храм, это действительно все, это есть тело его, потому что он во мне, а я в нем. Я, как живой камень, в этой стройке положен также самим Богом. Стройки тысячелетий, миллионы и миллионы камней, верующие разные конфессии, динаминации, религии, различных цветокожи, независимо от своих политических симпатий, антипатий, социального положения своего статуса, грамотные, неграмотные, разные люди, мужчины, женщины, рабы, свободные, всякие люди в этой стройке участвуют. Стройка кипит, действительно величайшая стройка, особенно последних пять столетий. Стройка кипит вовсю. Если прежние века до 1517, того самого благостовенного времени начала Великой Реформации, была эпоха Великой Деформации, деградации Церкви Христовой, и на стройке, знаете ли, очень мало было движений, так, что со стороны было похоже на долгострой и даже, как бы уже, возможно, уже и даже разрушение того, что построили. Но на самом-то деле этот долгострой был до времени. Пришло время, и снова закипела работа вовсю. И с того самого 1517 года началась эпоха Великой Реформации и обновления мирового христианства, то бишь покаяния, восстановления и исправления Церкви Божьей, Церкви Христовой, которая так или иначе на сегодняшний день затрагивает все существующие конфессии, динаминации, всех христиан абсолютно, без исключения, потому что Бог Велик, и ни одна конфессия, динаминация, религия не может его удержать, как джинна в кувшине, своей теологии, идеологии, политики и прочее. Бог превыше всего, и, как говорил митрополит Платон Московский, еще в 19 веке, наши земные барьеры, граница до неба не доходят. Дамы и господа, благоставляю всех вас во имя Господня. Я очень рад сегодня шаббатствовать, быть в таком мире, в любви Божьей, купаюсь в этой благодати просто, наполняюсь Богом, пропитываюсь им и благоставляю Бога Всемогущего. Шаббат-шалом, друзья, благоставляю всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Я б'рекеха, Господь, и ишмареха, яхер, Господь, и панабелеха вихонеха, иса, Господь, и панабелеха, Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейнум. Субтитры создавал DimaTorzok